Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В Витязеве долгожданное обновление. К школе проложили новый тротуар. В селе Субсех прошло заседание антинаркотической комиссии. В районе хутора Рассвета инспекторы роты ДПС задержали водителя грузового автомобиля. Больший груз не довез щебень до стройки, рассыпав стройматериалы на проезжую часть федеральной трассы. Самосвалы, работающие на компрессорной станции «Русская», ежедневно завозят сотни тонн щебня на строительную площадку. Нарушение правил перевозки и груз рассыпается на трассе и на дорогах в населенных пунктах. А это уже угроза безопасности на дороге и создание аварийной ситуации. Произошло, со слов водителя, самопроизвольное открывание заднего борта и дальнейшее высыпание из кузова автомобиля щебня как мелкой фракции, так и крупной. В связи с чем было загрязнено дорожное покрыние и затруднено движение других транспортных средств, движущихся по крайней правой полосе. В отношении водителя за данное правонарушение предусмотрено пунктом правил 1.5 составлен административный протокол по статье 12.33 Кодекса административных правонарушений. Материал направляется для принятия решения в мировой суд. Данным правонарушением предусмотрена ответственность в размере штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Безопасность на дороге невозможно оценить в деньгах. Ежедневно маршрут следования грузовиков патрулируют сотрудники Анапской роты ДПС, чтобы не допустить аварий и обеспечить порядок и безопасное движение на трассе. Но рассыпанный щебень только верхняя часть айсберга. Грузовые машины сильно разбили дорогу между Гайкадзором и Хутором Рассвет. Кроме того, автомобили паркуют вдоль дороги, разбивая обочины. И соседство с детским садом стихийной парковки сильно беспокоит местных жителей. Вадим Родин продолжит тему. Глубокая колея и грязь – вот во что превратилась обочина у детского садика. Да и на протяжении всей центральной улицы Хутора Рассвет. Инспекторы роты ДПС периодически проводят рейды и штрафуют водителей грузовых машин. Сами водители все понимают, но деваться им некуда. Других парковок нет. Большинство из них приехали на строительство компрессорной станции «Русская» из других регионов. А специальных отстойников застройщик не предусмотрел. Конечно, в городе не хватает солнечных мест для грузовых автомобилей, поэтому паркуемся на дорогах, на обочинах. Где получается, там и останавливаемся. А жители часто выходят, ругаются? Постоянно, регулярно выходят, ругаются. Ну а что делать? Мы же работаем, нам тоже как-то нужно. Местные жители с этим мириться не намерены. Шквал писем в администрацию курорта и командиру роты ДПС сыплется уже не один месяц. А ВОЗ и ныне там. И большие грузы тоже. Пыль, во-первых, окна не откроешь. Это раз, блин. Потом возле детского садика, пожалуйста, не ставят, блин, машины, блин. Подъезды, блин, для детей. Люди приводят детей, они не могут подъехать туда. Больше всего, блин, и основное, блин, шум. День и ночь шум сутками, блин. Часть грузового транспорта паркуется на старых заброшенных заправках. Другая часть вдоль федеральных трасс. Руководство, по словам водителей, о проблеме знает. Поэтому есть надежда, что вопрос будет решен в пользу анапчан. А пока сотрудники полиции вынуждены ликвидировать стихийные парковки штрафами и внушениями. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-Регион. Благоустройство сельских округов продолжается. В поселке Витязево делают новый тротуар. Работы еще ведутся, но жители поселка уже отмечают изменения и рады будущему тротуару. Раньше на месте тротуара были лужи и ямы. Учащимся и учителям приходилось ходить по грязи. Родители школьников возмущались. На многочисленные жалобы откликнулась администрация Витязевского сельского округа и греческое общество Горгипия. При поддержке предпринимателей идет ремонтно-восстановительная работа. Вот, наконец, сейчас будет великолепный тротуар, и наши дети будут чистые приходить и радостные в школу. Работу проводят специалисты компании «Импресса» из Краснодара. Заливают тротуарное покрытие по новой современной технологии. Пресс-бетон – одно из самых современных и надежных покрытий. Основной компонент декоративного бетона – цемент, песок и щебень. Новый тротуар протяженностью 150 метров и шириной 3 метра. Если погода не подведет, работы планируют завершить в течение недели. И к следующим выходным новый тротуар будет готов. Вадим Родин, Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. В субботу, 15 февраля, в сквере боевой славы прошла памятная акция, посвященная юбилейному году вывода советских войск из Афганистана. Герои живы, пока память о них жива. Почтить память погибших во время боевых действий в Афганистане каждый год приходят сотни анапчан. Сослуживцы, родственники, родители молодых солдат и офицеров, представители администрации города-курорта и города воинской славы. Вы только в этой войне потеряли 15 тысяч наших сограждан. Только лишь в одной Анапе ребята, 11 ребят ушли выполнять интернациональный долг и не вернулись с той войны. Наша афганская организация сегодня, самая мощная организация, считаем в крае, это почти 400 человек. От имени главы муниципального образования города-курорт Анапы Сергея Павловича Сергеевна, я хочу вам всем пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Анапчане дорогую цену заплатили за эту войну. Низкий поклон матерям и отцам, воспитавших таких сыновей. В сквере боевой славы в Анапе в 1993 году установили памятник воинам-афганцам. Автор скульптуры – Василий Поляков. Причастных к созданию монументов вспомнили на памятной церемонии. Афганскую войну историк не называет забытой войной. Действительно, ни в одном учебнике истории нет ни одной строчки об этой войне. Я думаю, вот это мнение о забытой войне ошибочно. До тех пор, пока имеются афганские организации, до тех пор, пока мы выступаем, до тех пор, пока проходят наши митинги, и до тех пор, пока люди приходят к нашему памятнику, эта война будет известна, и именно героям будет помнить вся страна. Важность военно-патриотической работы с молодёжью подчеркнул почётный житель города Анатолий Гапонов. История – начало новой жизни. День вывода советских войск из Афганистана стал днём памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. И где бы ни находились россияне, они не уронили славы русского оружия. Они с честью выполняли свой воинский долг, остались верны присяги и стали примером доблести и отваги. Память погибших почти лиминутой молчания. Отмечаем мужество и отвагу при исполнении долга перед Родиной павшим солдатам троекратный залп. От имени матерей погибших выступила Лидия Веремеенко. Один из её сыновей не вернулся домой с войны. Уважаемые ветераны, от имени родителей, вдох и детей погибших их сыновей, мужей и отцов погибших в афганской войне и других локальных конфликтах, примите ваш адрес искренние и добрые пожелания. Школьники, студенты, сослуживцы и родственники. Почтить память погибших обычно собираются в сквере боевой славы и многие передают заботу и память о героях детям, чтобы знали о подвиге и высокой чести русских солдат. Наталья Пухальска, Алина Гумерова, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Мэр Анапы Сергей Сергеев дал поручение специалистам ответственных служб разработать проект и всю документацию для создания новой парковой зоны у памятного комплекса «Три свечи» в третьем микрорайоне. Здесь посадят деревья, установят скамейки, малые архитектурные формы, оформят аллеи. Рисунок будущей зеленой зоны уже готов. Инициативу поддержали воины-афганцы, побывавшие на встрече с главой курорта. Они пообещали принять активное участие в посадке парка, а потом возьмут шефство над каждым деревцем. Место это для ветеранов локальных войн символическое и дата в этом году соответствующая – 25 лет вывода войск из Афганистана. Новый парк станет новым историческим местом города-курорта и обновленной зоной отдыха. В селе Супсех прошло заседание антинаркотической комиссии города-курорта. Сегодня в России регулярно употребляют наркотики почти 6 миллионов человек. Эти данные статистики по наркомании связаны прежде всего с крупными городами. Ежегодно от наркотиков гибнут 70 тысяч россиян. О том, как противостоять проблеме, рассказали специалисты. Закон перехода количественных показателей в качество. Постоянные плановые антинаркотические акции заседания комиссии приносят качественный результат. Уменьшением количества наркозависимых. Борьба с табакокурением, с употреблением алкогольных напитков. Профилактика среди молодежи и взрослого населения о недопущении употребления наркотиков. И вместе с тем в последней сводке полиции отметили рост преступности среди подростков и молодежи. А социальное поведение проявляется как протест или альтернатива организованному досугу. В таких ситуациях специалисты работают с родителями. В масштабную профилактическую работу включаются участковые, главы сельских округов и представители общественности, организации и территориальных органов самоуправления. В городе и сельских округах проводят проверки санитарного состояния и благоустройство. Неблагополучные семьи ставят на учет. Такие родители приглашаются на заседание Совета общественности, где мы совместно пытаемся всеми доступными доводами призвать их к ответственности за судьбы собственных детей и за их поведение. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия по профилактике безнадзорности, закон 1539 КЗ. Можно с уверенностью сказать, что после 22 часов детей на улице без сопровождения взрослых за 2013 год значительно снизилась. И, конечно, это заслуга в совместной работе сельской администрации, Совета общественности, казачества, коллективов школ и полиции. Когда родители начинают понимать ответственность перед детьми, справляются и заботятся о детях, такие семьи снимают с учета. За 2013 год снято 3 человека наркомана-эпизодника и 5 человек из списка алкоголизма. Сейчас мы проверяем по дворовой отход, проводим, где-то около 10 человек уже обнаружили, и которые сейчас не проживают в сельском округе. И они, конечно, будут сняты тоже с учета. Места неорганизованного массового скопления молодежи проверяют дополнительно. Всем известная площадка между Супсехом и Суко – не только красивое место для фото. В администрацию поступило предложение создать частный автокинотеатр для молодежи. Но досуг вряд ли ограничится только просмотром кино. Поднимитесь на горку, вот сюда, вот как в Супсехе едете, на Супло, там где написано «Агроферма Кавказ». Вот на этой площадке в летнее время неспроста собирается молодежь на машину. Организация профилактических бесед и заседаний, работа с детьми и молодежью, организация досуга и пропаганда здорового образа жизни. В городе-курорте проводят серьезную антинаркотическую кампанию. Работает телефон доверия 54895. Дежурные принимают звонки и сообщения о фактах распространения наркотиков. Остановить смертельную угрозу можно только, объединив усилия против невидимого врага. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа-Регион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 18 февраля, в Анапе будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем 7-9, ночью до плюс 6 градусов по Цельсию. Ветер переменный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 7 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин